То есть бело-голубой Аргентины. Стартовый свисток прозвучал. Арбитры сегодняшней встречи, боснийцы Амар и Дина Конейчанин. Этих боснийцев мы запомнили по Лиге Чемпионским, их действиям. Ну и, честно говоря, не с самой лучшей стороны. Будем надеяться, что в любом случае они не испортят этот праздник гандбола, который только что начался на наших глазах в городке Тор-Ревьеха. Тор-Ревьеха, местный Паласио де де Портас является ареной для матча четвертой группы. Повторюсь, раз уж здесь играют хозяйки, значит здесь и атмосфера особая. Но просто в первый матч игрового дня, а именно открывает программу встречи Аргентины и Бразилии, во второй тур основного группового этапа. Еще, конечно, далеко не все, кто собирается в этот день посетить гандбол, до игрового зала дошли. Два дня назад, здесь же в Тор-Ревьехе, Бразилия довольно уверенно обыграла команду Австрии. Продлив свою удачную серию игр 38-31, европейскую команду бразильянки обыграли. Что касается Аргентины, то она потерпела поражение от команды Хорватии. Поражение достаточно чувствительное, с разницей в 6 мячей. 28-22 выиграла команда Хорватии. Я напомню, что хорватки это бронзовые призеры, действующие чемпионаты Европы. И они тоже претендуют на выход в четвертьфинал. Но пока в этой четвертой группе, что Испания, что Бразилия, потерь не знают и являются, конечно, очевидными фаворитами. Сегодня день отдыха в группе, ну или даже, точнее сказать, в той половине сетки, где выступает сборная России. Ну и поэтому у нас есть возможность переключиться на других участников мирового чемпионата. И вот так неудачно встреча начинается для бразильского игрока. По-моему, это Гуарьеро. Ее, ну, приводили в порядок сначала на площадке. Нет, это Матьели. Матьели, я извиняюсь, 49-й номер команды. Еще один, ну, уже, в общем-то, устоявшийся игрок обоймы бразильской сборной. Патрисия Матьели. Ушла она с площадки, произошла замена. Ну и при счете 0-0 Аргентина проводит свою, все-таки, незавершающуюся голым атаку. Это Эльке Карстен. Эльке Карстен, несомненный лидер аргентинской команды. Молодой игрок, но уже вовсю заявляющий о себе на мировом уровне. Прежде всего, конечно же, это касается выступлений на мировых чемпионатах. И на недавней Олимпиаде в Токио. Ваш комментатор на этой встрече Артем Шмельков. Аргентина против Бразилии. Это действительно такая, ну, может быть, нечастая для нашего глаза, но настоящая классика. И вот, посмотрите, аргентинский вратарь Марисоль Карату здорово играет против Бруно де Паулу. Бразильянки уже очень дисциплинированно откатились к своим воротам. И встречают аргентинскую атаку. Ну, давайте, собственно, к ней и присмотримся. У Аргентины в задней линии. Кого мы видим? Мы видим Лусяну Мендосу, левшу под 10 номером. Мы видим Элке Карстен, 22 номер. Она на позиции левой полусредней. Ну, и в розыгрыше Макарена Санс. Вот она с мячом. Вошла правая крайняя в линию. Передача до нее не доходит. Это линейная Рулиана Гавилан. Уже думала возвращаться назад, но теперь может еще помочь. Подбор! И что творит в воротах? Это, конечно же, Барбара Аренхард. Хорошо нам знакомая, умудренная всем возможным опытом Барбара Аренхард, которая нынче играет на Лиге чемпионском уровне. И видели мы ее в составе, кстати говоря, все того же Крима при участии арбитров сегодняшней встречи братьев Канечанин. И первое удаление сегодняшней встречи. Хулиана Гавилан встречает Анну Паулу Родригес, бывшую гонболистку Ростов-Дона. И устраивается на две минуты удаления. Вот так Аргентина в дебюте встречи уже на игрока меньше имеет. И бразильский состав, по крайней мере состав задней линии. Бруно де Пауло на правом полусреднем. У бразильяных такая застарелая проблема. Нет левши мирового уровня. И поэтому играют, соответственно, три праворуких игрока сзади. Ну и это тоже, пожалуйста, Джулия Гуарьейро бросала с позиции левый полусредний. И Марисоль Карату. Посмотрите, у ближней штанги так здорово реагирует. Она упустила мяч из вида, но, тем не менее, руки грамотно подставила. Три с половиной минуты сыграно. По-прежнему забитых мячей в этой встрече нет. Ну, кого я не назвал, мы видим, соответственно, при удалении Гавилан. Выход другой линейный. Россио Кампили. Седьмой номер у нее. Да, ну и края свои Аргентина пока никак не использует. Зато какой обыгрыш через центр от Лусяны Мендосы. И, наконец, счет открыт. Бразильянки видели пустую рамку, в которую возвращалась Марисоль Карату. Но и в ворота Тамирас Араужо не попала. Центральная защитница. Мощнейший игрок. Посмотрите, ее именно Мендоса обыграла. Вытаскивает. Да, ну здорово. Здорово. Посмотрите, какие резкие шаги. И уход под себя совершила десятый номер Лусяна Мендоса. Да, аргентинки, судя по всему, еще и безболезненно переживут две минуты удаления в начале матча. Бразильянки по-прежнему забить не могут. Правый крайний. Росарио Урбан Медель. Атакует левый край. Атакует удачно. Здорово прокачали. С использованием чуть не всех игроков полевых в этой атаке. И аргентинки в меньшинстве забивают два гола. Вот такие интересные, можно сказать, даже парадоксальные стартовые пять минут. И здесь перехват. Это Урбан Медель. Та самая правая крайняя, что подрывалась у своего фланга. А сейчас она совершила перехват. Да, интересно развиваются события. Ничего не скажешь. Вот так. Вот так было доведено до края. И отличилось. Отличилось. Да, отличилось левое крайнее. И какая прорезка. Эльке Карстен. Ничего себе. Вот это начало. Вот они зажигают. Аргентина рванула с места в карьер. На 10 тысяч, как на 500. Итак, расставляет своим уверенным. Ух, ну а здесь еще Бруно де Паула могла и, честно говоря, пристроиться на две минуты. Как она оттолкнула Эльке Карстен. Та всей своей мощью продавила. Ну, без преувеличения, конечно, более звездный состав у команды Бразилии. Одна только Бруно де Паула, что может сотворить. Она и сейчас идет атаковать. Но на месте, по-прежнему на месте. Марисоль Карату держит свои ворота на замке. Эльке Карстен и Мендоса. Вау. Смотрите, смотрите, что делает Барбара Аренхард. Ну, казалось бы, все уже, как в пустые ворота влетала Мендоса вместе с мячом. Ну, и решает бразильский штаб, что надо этой векханалии положить, наконец, уже какую-то, поставить какую-то точку смысловую. И берет тайм-аут наставник сборной Бразилии. Ну, это комбинано. Ретонар, defender, com атитута, controlar, контроларь, откручал, и ажуна. Форо трамву, азиа с орицей с 6 метров. Ажуна! Не мешайте с игроками, азиа с орицей с 1-1. Мы контролируем и генем эти болы на фото. Не мешайте с игроками, азиа с орицей с орицей с орицей. Концентрироваться на защиту, не мешайте с орицей с орицей с орицей с орицей. На атаке, Маттейли вернула в центре. Но для непосвященных я напомню, конечно же, что Бразилия это чемпион мира, ни много ни мало, 2013 года, естественно, за 8 лет много воды утекло, но здесь по-прежнему в составе и Анна Паула Родригес, и Барбара Аренхард, триумфаторы того чемпионата удивительного, во многом чемпионата мира в Сербии, куда, кстати говоря, в первый и, надеемся, в последний раз не отобралась сборная России. Была и такая странная страница в нашей истории, такого, можно сказать, все временщичества кусочек истории. Ну а здесь, наконец, наконец, после таймаута, вразумленные своим наставникам бразильянки забивают. И делает это Патрисия Матьеле. Помните, она ушла с повреждением, а сейчас после таймаута на площадку вернулась. И счет команда Бразилии размочила. Вот нам показывают. 6,5 минут с начала матча Бразилия играла без гола. Энке Карстон. Да, еще и еще раз, конечно же, нужно обращать внимание на этого игрока аргентинской команды. 22 номер, конечно же, акцентирую все ваше внимание. В команде Эдуардо Гольярдо это несомненный лидер. Не сумели аргентинке что-то внятное придумать. И Патрисия Матьеле второй мяч подряд забивает. Патрисия Матьеле опытный игрок из команды Заглемби. Но тот, кто за Еврокубками следит внимательно, помнит прекрасно, что Заглемби тут поиграл не так давно. И не без успеха со Звенигородской звездой. Ну вот уже и до минимума бразильянки свое отставание сократили. Понятно, что игра только начинается. Удивительно получился стартовый отрезок. Но это, конечно, о многом не говорит. Говорит лишь о том, что бразильянки, может быть, слишком суетились стартовые минуты и не воспользовались двухминутным удалением в составе соперниц. Здесь желтая карточка. И она предъявлена Джулией Гуарьейро. Гуарьейро. Ей 26 лет. И интересно, что вот она играет в Испании. Немного представительниц испанского чемпионата нынче в сборной Бразилии. И вот одна из них Гуарьейро, играющая за Гранольерс. Гранольерс, как известно, является одной из арен, где проводятся матчи чемпионата на этой стадии. В частности, в Гранольерсе играет группа со сборной России. Не забывайте, что уже завтра матч, причем в то же время, что сейчас мы смотрим Аргентину с Бразилией, с самым ранним запуском. 17.30 по московскому времени. Второй матч на этой стадии. И, соответственно, пятый матч на турнире для сборной России. Ну, как-то очень неудачно сейчас сыграла Урбан Медель, вводя мяч из угла площадки. И вот уже 3-3. Буквально вместе с соперницей. Патрисия Матьери, сделавшая такой стремительный хет-трик за две с половиной минуты. Три мяча Матьеля забила. Да, вот такие нарождающиеся новые лидеры в бразильской команде. Ну и, конечно, ну как можно было такой мяч отдать? Ливия Вентура перехватила мяч. Ну, это тоже, кстати, интересный персонаж. В том плане, что по нынешним временам попасть в сборную, не играя в Европе, это очень сложно. Но, тем не менее, Ливия Вентура, опытнейшая защитница, линейная, играет на родине за клуб Пинейрус. Аргентина вышла вперед. Стартовые 10 минут таким образом на равных проводят команды. Минимальное преимущество сборной Аргентины. Отсечена от игры полностью в атаке своей команды Тамиры Сараужо. Мощнейшая линейная, но вся надежда, конечно, на заднюю линию. А здесь все в порядке. И вот уже полетела теперь и у Джулии Гуарьейро. Бруно де Пауло. Понятно, что это одна из главных звезд. Она с нынешнего сезона за французский МЕЦ. За один из суперклубов Мирау Гандбола выступает. Но пока Бруно де Пауло в роли разыгрывающей, в роли разводящей атакой сборной Бразилии. Счет стал ничейным. Три мяча забила Матьели. И вот только что отличилась Гуарьейро. Мендоса. Поскользнулась немножко. Стройность атака потеряла. Мендоса. Мощнейший бросок. Ух, как она сейчас здорово палит с дальней дистанции. Лусяна Мендоса. Выступает, между прочим, за отнюдь не топовую немецкую команду. Ахенхайм-Брухтерцхайм. Вот такие клубы представлены на чемпионате мира. И Мендоса показывает, что готова она и мотивирована очень и очень прилично. Самая результативная и самая опытная, наверное, можно и так сказать, в нынешнем составе 31-летняя Лусяна Мендоса. Остается она на позиции правой полусредней. Ну, собственно, в задней линии нет перестановок. Играет Макарена Санс. Играет Элке Карстен. И здесь будет 7 метров. Да, Макарена Санс очень самотверженно действует в этом эпизоде. Помните, в сборной Испании долгие годы заправляла в розыгрыше Макарена Агилар Диас. И вот еще одна Макарена, но только теперь уже, соответственно, аргентинского образца. Заработала пенальти. И пусть даже с касанием Барбары Айренхарт, но мяч заходит в ворота. 6-5. И забивает центральная защитница Мануэла Пиццо. Да. Мануэла Пиццо. Тоже опытный игрок. 30 лет ей. И она играет в Швеции за клуб Скара. Бруно де Пауло. Обыгрывать пытается вновь и вновь Гуарьейро. Очень техничные вот эти игроки. Их даже по амплуане назовешь. Это универсалы задней линии. Матьели и Гуарьейро. Если Бруно де Пауло, она тоже, если что, подстроится и в центре, и на полусредних сыграет. Но она все-таки вот такой ярко выраженный губардир. То Матьели и Гуарьейро. Они могут играть такие гибридные роли. И разыгрывающие, и полусредние одновременно. Ну а в итоге бразильянки, по-моему, впервые с угла атакуют. И делает это 20-й номер левой крайней команды Лариса Араужо. 6-6. Да, только разогревается эта игра. Которая и обещала быть горячей, согласно темпераменту этих двух прекрасных спортивных держав. Но здесь пенальти. Здесь все верно. Использование площади ворота. И арбитр все сейчас четко нам показывает. Использование площади ворота. И, соответственно, помеха сопернице атаковать. Да, вот здесь как будто бы уходила из-под линии огня Джессика Кентино. 10-й номер, правый крайний. Но на самом деле, конечно же, прогулялась по зоне и помешала сопернице. Это Элке Карстен. Ничего себе. Мы помним, да, как бросала пиццу. Так, аккуратненько, технично. А здесь Элке Карстен, посмотрите, разрядила патрон. Если бы там неграмотно поставила бы руку, пальцы свои, Барбара Оринхарт просто немедленно выбила бы их просто. Но у Барбары сумасшедший опыт, конечно. В том числе и международных встреч. Барбара Оринхарт. Она капитан команды. Ей 35 лет. И, как я уже сказал, за Крим. Словенский Крим. Она выступает. Накануне от сборной Словении, конечно, мы не страдались изрядно. Напомню, что сборная России накануне потеряла первые очки на турнире, сыграв с командой Словении в ничью. Ну и более того, наверное, этой ничьей мы должны порадоваться, потому что спаслась сборная России в самой последней своей атаке. Бруно де Пауло. И снова она разыгрывает, но срывает бросок Гуарьейро. Эдуардо Гольярдо ведет игру. Большой стратег во главе сборной Аргентины. Ну а, кстати, бразильского главного тренера я не представил. Кристиану Силва с недавних пор, ну, собственно, после завершения олимпийского цикла, возглавил сборную Бразилии. Разного рода иностранные специалисты работали с бразильской сборной, но вот теперь Кристиану Силва во главе сборной Бразилии. Элки Карстен, ошибка. Да, мяч уже у команды Бразилии. Снова Ливия Вентура на позиции второй защитницы здорово действовала. Командное набегание бразильской сборной. Бруно де Пауло обыгрывать будет один в один и снова не бросает. Посмотрите. Ну все четко по-грасмейстерски рассчитала Бруно де Пауло, потому что немедленно Патрисия Матьеле забивает. И вот так решительным жестом расстегивает свою тренировочную форму. Еще один мощнейший игрок бразильской команды. Мы ждем, конечно, ее появления на площадке. Самара Виера. Пока она разминается, пока она готовится, мы смотрим за очередной аргентинской атакой. Отличная передача в линию. И что творит Аренхард? Великолепно. Ну просто в каком же кураже, в каком огне. Барбара Аренхард, когда она заводится, когда она в порядке. Какие там 35 лет? Мы забываем об этом немедленно. Просто искрометная стражница ворот непробиваемая. На последнем рубеже у сборной Бразилии. А здесь будет за удар по лицу. Показывает один брат, комментируя решение другого. И вот эта длинноногая красотка Тамирас Араужо отправляется на две минуты удаления. Ну, чуть раньше, соответственно, да, там по кадру можно было разглядеть этот удар по лицу от Тамирас Араужо. В меньшинстве теперь бразильская команда. Так сыграет имейная игрока больше Аргентина. Мендоса! Сопротивление она отдавала. И здесь будет... Мендоса лежит на площадке. Сходятся арбитры. И будут принимать решение. Две минуты просит скромно Эдуардо Гольярдо. Будет ли удаление. Второе подряд для бразильской команды. Ох, Мендоса лежит. Это, конечно, тревожно. Сразу, немедленно для Альби Селеста. Ну, будем надеяться, что максимум сбило дыхание. Или там болезненно ударилось о площадку. Не более того. Ну-ка, смотрим. Ну да, на прямые руки. Вылетает на нее Ливия Вентура. Да, она еще так отпраздновала свой удачный якобы выход на бьющую. Но на самом деле, конечно, это должно быть удаление. Поднимается. Поднимается при помощи подруг по команде. Лусяна Мендоса. Очень хорошее начало матча. Ну, вот они сходили. И что, будет красная карточка? В карман лезет уже один из братьев. Да, это красный. До свидания. Ливия Вентура покидает место событий уже на 17-й минуте. Да, вот он, жест арбитра, объясняющий все. На прямые руки встреча атакующего игрока. Удивлен якобы Кристиан Силла. Своего важного защитника лишается сборная Бразилии. Смотрите, еще не очень-то и вспотела Ливия Вентура. Но вот она, смотрите, вот этим хищническим жестом добралась до дальней бросковой руки соперницы. И этого достаточно оказалось боснийским братьям и арбитрам, чтобы Ливию Вентуру отправить на трибуну. Мендоса здорово играет в обороне Лариса Араужо. 20-й номер, левый край бразильской команды. Перехват едва не совершила. Макарена Санс немножко задумалась. На два игрока меньше у бразильской команды. Мендоса! И что творит Аренхард? Какое спасение! Мяч вышел от ворот. Да, и вот, вот она! Пошла! Пошла гулять эмоция по площадке. Напомню, что мы в Торре-Вьехе. Испанки в этот день играют позже. Играют испанки, ну, что логично, последним запуском. В самом позднем матче и будут им противостоять хорватки. Бронзовые призеры последнего чемпионата Европы. Да, сейчас бразильянки, конечно, с точки зрения психологии важнейший тест прошли. Имея на два игрока меньше, они отстояли. И вновь они должны, конечно же, благодарить Барбару Аренхард, которая сыграла просто лучше всяких похвал. И хладнокровно, и в то же время всегда она готова запитать своих партнерш эмоций, энергией. Отсекают одного из игроков задней линии сейчас аргентинки персональной опекой. Ну и, соответственно, дальше идет размен четыре против пяти защитниц. Собственно, мы шестого полевого игрока Аргентины и не видим в кадре. Вот она возвращается. И что творит? Что творит Буарьейро? Они не только отстояли, имея на два игрока меньше, но и забить сумели. Бразилия, если я не ошибаюсь, впервые в матче выходит вперед. Миндоса! Пенальти. Пенальти вместе с собой буквально вносит она в шестиметровую зону Патрисию Матьели. Да, в предыдущей атаке ей забить не удалось, но здесь хоть что-то. Она заработала пенальти. Это тоже, конечно, важно. Важно теперь, конечно, Семерик забить. И идет бросать Фиццо. Тасует, видите, бросковую руку. Аргентинская команда, а в воротах у сборной Бразилии смена. Рената де Оруда. Нет, не дотягивается до этого мяча. Пиццо забивает свой второй пенальти. Мануэло Пиццо. Номинальный левый полусредний, но я думаю, что имея здоровую Эльке Хоселин Карстен, я думаю, что шансов поиграть в атаке у Мануэло Пиццо немного. Она обороняется. Вот одной из двух центральных вместе с Хулианой Гавилан. Де Пауло. Бруно де Пауло. Второй номер. Шикарный обыгрыш. И вот она его демонстрирует. И какой мяч. Бруно. Браво. Бруно де Пауло. Если не ошибаюсь, первый ее мяч в сегодняшней встрече. Все очень стремительно меняется. И вот уже бразильянки на своих шестиметровых рубежах. Бруно де Пауло осталось в защите. Хотя, может быть, это и не совсем нужно. Но и красота. Конечно, такое техническое исполнение. Во-первых, резкие обыгрыши. Затем в прыжке подкрутка мимо вратаря. Бразильянки перехват совершают. Тамирс де Араужа. Бруно де Пауло. Здорово. Два мяча преимущества сборной Бразилии. После четкой реализации Джессики Кентино. Ну что, пожалуй, не зря так оглядывается вокруг себя Эдуардо Гольярду. Можно уже и тайм-аут взять. Перелом явно наметился. Джессика Рибейро Кентино. Четкая реализация вот этого шанса один на один. Она, так и другие игроки сборной, играет за румынскую Дунерю Брайла. Это, помимо нее, я имею в виду игроки нынешней Дунерри и Тамира Сараужа, и Анна Паула Родригес, а также Самара Виейро. И вообще, по-моему, в нынешней сборной Бразилии раз, два, три, шесть представительниц Дунеря Брейла. При том, что вообще бразильянок там семь или восемь в команде. Представляете? Румынский клуб с бразильским самбо-фестивалем. И снова, снова Барбара Аренхард. 20 минут сыграно, и она продолжает парировать один за другим броски соперниц. Феноменально, конечно, играет. Ну вот, смотрите, эффективность вратарских действий. 43% у Барбары Аренхарта, и значительно меньше у Марисоль Карату. В воротах у команды Аргентины. При том, что мы помним, Марисоль несколько атак стартовых бразильянок остановила очень уверенно. Уже за 100 матчей проведено за национальную сборную Марисоль Карату. И она, кстати говоря, ровесница с коллегой по амплуа в противоположных воротах. Барбары Аренхарты снова Карату. Здорово. Она осталась на линии, не стала выходить на Джессику Кентину. И, как выясняется, сделала все верно. Элки Карстен. Да, Марисоль Карату в объятиях у коллеги по амплуа. Три вратаря сегодня заявлено у сборной Аргентины. Лейла София Ниньо и Фатима Айлен Росалес. Интересное такое вот арабское имя у Фатимы Айлен Росалес. Ну, и если я не ошибаюсь, это вообще первый сколько-нибудь серьезный турнир, на который приехал этот вратарь в составе сборной Аргентины. Мендоса. Но тут, конечно, ее задешево купила Барбара Аренхард. Заранее переместилась вправо от себя угол и буквально на грудь ей мяч приземлила. Мендоса и Марисоль Карату, посмотрите, завелась и тоже не отстает по количеству сейвов от своей коллеги по амплуа. Ну, что творят голкиперы? Ну, вы посмотрите, количество атак и количество сейвов. Барбара Аренхард уверяет, что мяч коснулся после того, как отлетел от нее. Посмотрите, она, да, ну, мне не показалось. Барбара, мне кажется, тут выдает желаемое за действительное, что мяч после ее сейва дотронулся Аргентинке. Нет, этого не было. Восемь из пятнадцати, боже мой, что она творит? Прямо сейчас больше пятидесяти процентов отражений показывает великолепная Барбара Аренхард. Мендоса, Мендоса до края! И здесь ногу оставляет в ближнем углу Барбара Аренхард и тут же палит через всю площадку. Ну, идеальные действия вратаря, просто класс. Она не только сейвит, она еще и отдает самонаводящимся на Джессика Кентину. Да, плюс три для Бразилии и тайм-аут Эдуардо Гальярдо. Выглядит он более чем логично. Можно даже сказать, что чуть-чуть подзатянул опытный аргентинец со своей паузой. Да, Барбара Аренхард в огне. Барбара Аренхард в огне. Потому что если кто-то не стоит, то вы можете встать. Если нет, Бруна, понимаете, если это будет об этом, то вы можете сделать атаку центральную. Вы можете сделать атаку на Самару. Вы можете сделать атаку на Самару. Вот сейчас в Самарской области, наши зрители смотрят трансляцию. И им просто елей такой на душу дважды. За время тайм-аута Кристиан Силва произносит «Самара». Казалось бы, при чем здесь? Самарская область, славный город Самара. Ну нет, конечно же, ни при чем. Просто в составе есть Самара Виейра, которая, очевидно, сейчас выйдет на площадку. Наконец, еще один звездный игрок в обойме сборной Бразилии. Самара Виейра, номер 22-й. С этого сезона она играет вот в той самой бразильской банде в Дунере Брейла. Обороняется сейчас одной из центральных Самара Виейра. И Тамирас Араужа, ее подруга по центру обороны, сейчас ставит блок. Даже не пришлось, собственно, проявлять свою феноменальную реакцию Барбари Аренхарт. А вот и Самара. Пусть не городок, но мощнейшая полусредняя. И арбитр, правда, и тут же показывает. Нет, Самарушка. Не надо тут подрисовывать лишних фолов. Вот она, Самара Виейра обыгрывает. Пенальти. И что, и с двумя минутами? Ничего себе. Двойное наказание для аргентинской команды. Пенальти и две минуты для Эльки Карстен, основного игрока. Ну, подтолкнуло, да, но на две минуты ли? Ну, так трактовали арбитры. И Анна Паула Родригес. Человек колоссального опыта и, конечно же, феноменальных умений, в том числе и на семи метрах. Бросает мимо. Да, Марисоль Карату тоже сделала много для того, чтобы ее ворота оказались заколдованными. И уходит на замену вратарь аргентинской команды. Две минуты удаления сейчас аргентинкам нужно пережить. Они по-прежнему уступают три мяча. Напомню, что долгое время они вели. Ну, с преимуществом в один мяч, но, тем не менее, постоянно были впереди. Ну, вот наметился ближе к концу первого тайма перелом. Смогут ли сейчас аргентинки в меньшинстве забить? Помните, как в начале встречи они в меньшинстве дважды отличились? Семнадцатый номер. Еще одна левша у аргентинской команды. Малена Каво. И снова, и снова, и снова, и снова Барбара Аренхард. У нее будет за 50 процентов, я так думаю, по первому тайму вообще. Но это феноменальные цифры. Барбара Аренхард выдает настоящий концерт. Сольный концерт вратаря. И на подпевках все остальные. Марисоль Карату. Еще один мяч парирует, но там было нарушение правил. Семиметровый. Еще один для бразильской команды. Кто будет бросать вслед за Анна Пауэлла Родригес? С неудобной ноги сейчас отталкивалась Дрона Ге Пауэлла, чтобы бросить. Но она понимала, что на ней уже полят. Она просто заваливалась в вратарскую зону. А забивает за бразильскую команду в данном случае краек. Да, двадцать первый номер. Адриана Кардоса. Ну, интересный у нее получился финт ушами по ходу нынешнего сезона. Но я имею в виду в плане смены клубной прописки, но об этом чуть позже. Пока же продолжает штамповать отраженные мячи Барбара Аренхард. Да, она уже не торопится, она уже куражится. Она, ну, можно сказать, немножечко красуется перед подругами по команде, те, которые на лавке. Да, Барбара Аренхард. Вот он, этот х-фактор первого тайма. Почему Бразилия выигрывает четыре мяча? При том, что Борисоль Карату тоже не устает. Посмотрите, спасение совершать. Какие галкиперы сегодня противостоят друг другу. К атаке есть вопросы, безусловно. Более того, вопросы весьма конкретные в плане вариативности этих самых завершений. Но и в защите, и уж тем более вратари у обеих команд действуют на очень-очень приличном уровне. Малена Каво. Смотрите, такая жгучая рыжая полусредняя. 17-й номер. Она за испанский клуб Беробера выступает. В стороне Басков проживает эта команда. Ну и Малена Каво очень молодая. 22 года ей. Тем не менее, она уже на уровне сборной проявляла себя. В частности, участвовала в олимпийском турнире. Ох, какой бросок. Вот и дождались как раз от нее, от Малены Каво. Хорошего исполнения. Очень долго не забивала и аргентинская сборная. Очень долго. Три с половиной минуты. Играть до перерыва. 12-9. Преимущество бразильской команды у Селесао. Бруно де Пауло, Патрисия Матьели и Самара Виейра остаются в задней линии. Ох, сейчас как она здорово махнула мимо корпуса. Тамирос Араужо. Соответственно, так замаскировала свой бросок. Это Мануэло Каво. Но здесь Матьели уже, наверное, фактор усталости сказался. Обыграла-то она неплохо. Уходила. Улетала даже в лицевую линию и оттуда бросила не лучшим образом. 25-й номер Микаэла Касасола. Довольно опытная гомболистка уже, несмотря на то, что ей 24 года. Поступает на родине за команду Балману Пориньо. Малена Каво. Расставились аргентинки. Вот Каво с мячом. Еще один ее бросок. Но на сей раз хотела попадать в девятку. Балману Пориньо польстила себе. Бросила значительно выше ворот. Матьели! Оказалось, что там могла быть пробежка. Но так быстро она перебирает ногами, что право слово. Определенное не скажешь. Нарушила правила Патрисия Матьели или нет? Смотрим на повторе. Нет? Все четко. Да. Идеальное исполнение. Напрыжка, причем короткая, такая не ярко выраженная. Но сразу получила преимущество за счет этого. И дошла уже до шести метров, где ей никто не помешал. Элке Карстен. Малена Каво. Сейчас она засмущалась, потому что поняла, что привела ее атака на Тамира Сараужа. Попробуйте вот этот блок переиграть. Тамира, конечно, выглядит в обороне. В центре обороны у бразильской команды очень основательно. Метр восемьдесят три роста. Восемьдесят два килограмма вес. По крайней мере, согласно официальным данным. Но это настоящий, конечно... Ой-ой-ой. Можно играть. Мариана Фернандес. Шестой номер. Попалась в такие пылкие объятия аргентинского игрока. Такие, конечно, столкновения чреваты серьезными травмами. Но рубятся, конечно, от ножа что одни, что другие. Да, вот переживает свою ту самую локальную неудачу. Мариана Фернандес. Вот она тоже, кстати, за Суперомара Бера-Бера выступает. Так же, как и, допустим, в составе аргентинской команды Малена Кало. Бера-Бера, ну, наверное, раньше была более статусной, более мощной в плане финансов хотя бы команды. Но и сейчас остается одна из сильнейших... Ой-ой-ой, а что же там делает? Бразильский игрок Элке Карстен. Ну-ну-ну. Две минуты даже не обсуждается. Может быть, даже пойдут посмотрят еще арбитры, нет? Да, ну, две минуты тут как здрасте вообще должно быть. Очень грубо было сыграно. Франсель Дароша. Та самая из бразильского легиона румынского клуба Донере Брейла. Посмотрите, она не может сдержать не то, что улыбку, смех не может сдержать перед исполнением пенальти. Но, да, в этом эпизоде проигрывает. Элке Карстен забивает еще один с пенальти. Ну, бросает она всякий раз так, чтобы уж наверняка, чтобы уж даже если коснется Барбара Аренхард, чтобы уж она почувствовала, мягко говоря, силу этого броска. Мощь там, конечно, у Элке Карстен просто сумасшедшая. 177 сантиметров, 76 килограммов. И выступает она в норвежском Молде. Закончился первый тайм. Закончился с преимуществом в три мяча команды Бразилии. Напомню, что мы с вами в Торо-Вьехе. Это основной групповой этап. Сегодня день отдыха в группе, где выступает сборная России. И у нас есть возможность посмотреть на Эль-Классико латиноамериканского ганбола. Сегодня в рамках в воротах у Бразилии Барбара Аренхард. Она начинает и второй тайм, что, естественно, в воротах. Они сыграли просто потрясающе. То есть, если бы не вратари, тот счет мог быть условно 25-23. Я не знаю, потому что, ну, огромное количество спасений совершили и та, и другая. Ну, и вот здесь аргентинки ошибаются. Сразу недовольно морщится Эдуардо Гольярдо. Понятно, что не такого начала второго тайма он ждал от своей команды. Ошибается, по всей видимости, Малена Каву. Вот это невысокая, такая крепко сбитая, но очень техничная рыжеволосая аргентинка. Ну, а что у Бразилии? Давайте посмотрим. Патрисия Матиели, Бруно де Пауло и Самара Виейра. Такая задняя линия. Самара вышла по ходу первого тайма. Пока в таких вспомогательных ролях. А Бруно де Пауло, смотрите, сама не атаковала. Вот она сейчас решила сразу взять с места карьеры и напомнить о том, какой она классный дриблерка, когда классно обыгрывает один на один. Ну, а здесь Элке Карстен идет всем своим напором. На защиту сборной Бразилии. Патрисия Матиели считает, что там можно было и давать фолл в игрока. Кого? Смотрите, какая проскочка классная в исполнении правой полусредней аргентинской команды. И она вот делает почин в начале второго тайма для своей команды. Ну, всем своим видом показала уже даже корпус и развернула. Мол, все, отдаю мяч параллельно воротам. И вошла немедленно к шести метрам и забила. Да, Малена Кава. Она заменила игрока стартового состава. Самую результативную, самую статусную. Аргентинку нынешней обоймы. Лусяну Мендосу. И вот посмотрите, два из трех уже молодая 22-летняя забросила. А здесь оборона сыграла хорошо. В свою очередь здорово отыграла ногами Джессика Кентино. Какие скорости мы с вами видим. Просто одно удовольствие смотреть. Кажется, что плюют совершенно что одни, что другие на свои оборонительные действия. На самом деле это совершенно не так. Просто настолько они заводные, настолько кипучие, что... Что любо-дорого смотреть. Не правда ли? Останавливается бразильская команда. Патрисия Матьели командует некую атаку. Самара Виера и Бруно де Пауло у нее на полусредних. Тамирос Араужо. Она все-таки далеко не самый подвижный, линейный. Она вот сейчас пытается найти себе позицию. И как технично атакует Патрисия Матьели. Просто супер исполнение. Патрисия Матьели. Да, это было красиво. Она, я напомню, очень здорово повела за собой команду, когда в начале встречи бразильянки стали уступать. Ну и вот к этой минуте у Патрисии уже очень серьезная коллекция. Она забросила 7 мячей из 9 попыток. 7 из 14. Половину мячей бразильской сборной отгрузила 49 номер команды. Эльке Карстен. Она по-прежнему на правом, на левом полусреднем. Правша 22 номер. Малена Каву достаточно жестко сейчас в шею встречают. Пенальти. Пенальти. Арбитры, не сомневаясь, указывают на 7-метровую отметку. Я напомню, что в первом тайме прилетела еще и прямая красная карточка. Бразильской команде очень уж там старалась и перестаралась. Ливия Вентура была удалена. На позиции второй она оборонялась. Весьма полезно, но до времени. Ну а это обыгрыш шикарный на вертушке от Патрисии Мателли. Мяч в воротах аргентинской команды. Мануэла Пиццо. Мануэла Пиццо третий в свой пенальти забивает сегодня. Она сосредоточена на обороне. Но посмотрите, как у нее пристрелен вот этот бросок точно под штангу. И Марисоль Карату на линии ворот никуда не уходит. Празднует этот 7-метровый успех. Да, Аргентина не собирается сдаваться. Это она демонстрирует весьма доходчиво. В начале второго тайма Матьелли, Руна де Паула. Классные ноги, очень быстрые. Но вот Самара Виэйра это напротив. Это скорее такая пробивная мощь. Но смотрите, аргентинки отнюдь не ломаются. Россио компили. Седьмой номер сейчас стало на пути у массивной Виэйры. Матьелли. Ну она просто в огне сегодня. И странно, что не забила. Честно говоря, я сделал паузу уже в полной уверенности, что сейчас мы увидим ее восьмой гол. Но нет, промахнулась Патрисия Матьелли и Зуя. Оп, да, отличные позиции. А здесь Эльке Карстен. Ее встречают на пару. Она улетала от Тамира Сараужа. Но Самара Виэйра все-таки не позволила бросить такому харизматичному лидеру аргентинской команды. Эльке Карстен, я уже сказал, что, кстати, на турнире она уже отметила свой сотый матч за сборную. Перевалила этот знаковый рубеж. Эльке Карстен, ей 26 лет, она в расцвете сил. И, естественно, она лидер команды. Об этом уже говорили на переговоре. На Эльке Карстен, смотрите, она даже на мяч не смотрела, но сделала все, чтобы передача в отрыв не дошла. Она успела отработать назад. Барбара Аренхард. Да, нужно перезагрузить немножко настройки. Да, вот смотрите, Эльке Карстен, она даже не успела обернуться, но на понимании, что называется, мяч ударился ей сзади. И снова атака сборной Аргентины. Мануэла Каво. Эльке Карстен. И вот, пожалуйста, минимальным счет становится в пользу команды Бразилии. Больше трехсот мячей уже Эльке Карстен забила за сборную. А здесь упустили. Не успели вернуться назад. И достаточно пространства было у Джессики Кентино. Немедленно Бразилия забивает в ответ. Ну да, немножко смазали повтор испанские коллеги. Но ничего страшного. Мы видели в реальном времени, как здорово бросила Эльке Карстен. Так, а здесь не удается аргентинкам проатаковать. Микаэлу Касасолу сейчас остановили бразильские защитницы. Ну а у Эльке Карстен к этой минуте 4 из 7 реализованных броска. Карстен, кстати, сейчас прячет на край, чтобы она немножко передохнула в обороне. Ну, ясно, что, конечно, крайние игроки в обороне не так натружены, как те, кто в центральном блоке обороняются. Матьели. Гуарьейро. Бруно де Пауло. Гуарьейро вернулось на площадку. А это Тамира Сараужо. Над головой у Марисоль Карату. Отправляет мяч в сетку прямо под планку. Снова Бразилия ведет. Ведет с преимуществом в 3 мяча. Касасола, Карстен и Каво. Из стартового состава в задней линии только Эльке Карстен. И вот снова ее бросок. Но бросок неточный. Прямо в Барбару Аренхард она выбросила. Но это, конечно, сильно облегчило задачу опытнейшему вратарю. Бруно де Пауло. Поднимается здорово в прыжке. И здесь бросок неточный. 9 метров. Такие свистки, кстати, сегодня редкость. Вы заметили, что 9 метров почти не назначают арбитры. Потому что настолько контактная, плотная борьба, что либо проходит на бросок гонбалистка, либо ее останавливают уж так, чтобы наверняка. 7 метров, 2 минуты. Вот все эти дела. А 9 метров мы практически сегодня таких трактовок от братьев-конечанинов и не видим. Но вот сейчас был 9-метровый назначен. И снова Патрисия Матьели. Разряжают под нее зону партнерши. И этим пользуется немедленно Бруно де Пауло. Вот только одно движение Мануэла и Каво. И тут же передача на Матьели. Ну, а это спасение, ну, далеко не самое яркое, конечно, в сегодняшнем матче. Но все равно это сейф вратаря Барбары Аренхардт. Мануэла Каво. И Каэла Касасола. Карстен. Каво. В лицо. В лицо и 2 минуты Бруно де Пауло сейчас получит. В лицо встретила она левшу аргентинскую. И отправится немножко подумать. Звезда французского Меца. Безусловная звезда нынешней бразильской сборной. Вот какая напрыжка. Посмотрите, как она бесстрашно шла на этот 6-метровый рубеж. И ей такой шлагбаум по лицу прилетел. Сороковая минута встречи. Бразилия в меньшинстве. Мануэла Каво и снова найдет. Отдает в линию. Туда вошла Касасола пенальти. Все верно. В общем-то тут никаких сложностей у арбитров и быть не могло. Мануэла Касасола. Микаэла, прошу прощения, Микаэла Касасола. И Эльке Карстен. И берет, берет с третьей попытки пенальти у Эльке Карстен. Барбара Арренхард. И вот снова ее этот призывный, в меру агрессивный жест. Вот так махнула ногой. И мяч предательский для Карстен. Упрыгал за пределы створа. Да, и ликует скамейка. Понимает, конечно, всю важность этого спасения. Кристиан Силва. 17-13 уже преимущество бразильской команды. Шикарный вход. И вот Джессики Кентино. Замечательно разыгранная атака. Напомню, что бразильянки в меньшинстве. И забивают. Сначала Арренхард берет пенальти. А теперь еще и входящая правой экране забивает в меньшинстве. Да, пожалуй, что бразильянки отодвигают уже на безопасное расстояние аргентинок от себя. Бесстрашная абсолютно Мануэла Каво еще одну прорезку делает. Просачивается на 6 метров. Сражается, сражается неистово совершенно аргентинская команда. И это не может нас не радовать, как просто любителей гандбола без каких-либо привязанностей. Ну, а если уж тем более вы болеете в этом матче за одну или другую команду, я думаю, вам точно не оторваться. Кентино. Тамирас Араужо. Тамирас обратный пас. И фолл в атаке. Все верно. Очень классно подставилась мощная Эльке Карстон. Ну, и Джессика Кентино тут была немножко удивлена, как ее встречает. Да, вот этот приставной шаг. Очень вовремя сделанный Эльке Карстон. И, несомненно, ошиблась Джессика Рибейро Кентино. Касасола, Карстон, Каво. Такие вот 3К в задней линии у сборной Аргентины. Но Мануэла Каво подумала, что уж так просто все может быть. Тамирас Араужо и рядом с ней Мариано Фернандес. Очень, очень, конечно, мощный там редут выставляют. Нужно все-таки похитрее действовать аргентинкам. Линейная закрыта просто наглухо. Поэтому задняя линия должна работать. И тут только штанга выручает Бразилию после броска Касасолы. Быстрый командный переход Самара Виейро. И Кентино смекнула вовремя, что бросать ей не дадут. По крайней мере, без сопротивления. И вернула мяч в заднюю линию. Там замену Самары Виейры. На правом полусреднем кто? Появляется, да, снова Гуарьейро. Джулия Гуарьейро. Очень высокая у нее, кстати говоря, реализация. Процент реализации бросков на турнире. Но сегодня она, откровенно говоря, пока держится в тени. Но не так много она, в общем-то, бросает. Но если бросает, то бросает точно. А сейчас у нее был очень сложный угол. И Марисоль Карату не позволила отличиться 23-му номеру бразильской команды. Теперь уже бразильянки должны обороняться. И что творит Микаэла Касасола? Какой сложный мяч. Да, аргентинки просто умницы. Посмотрите, Карстен несколько видений сделала. И тут же ныряет в 6 метров Касасола. И мимо вратаря. Какой сложный мяч. Техническое исполнение на высочайшем уровне от Микаэлы Касасолы. Да, все те же три мяча в Бразилии преимущественно, что были после первого тайма. Но сколько мы уже всяких качелей увидели в ту и другую сторону. Аргентинки до мяча сокращали отставание. А сейчас снова три. Но кажется, что подопечные Эдуардо Гольярдо совсем не теряют веру в себя. И посмотрите, как они сейчас слажены. Видно, как они цепко обороняются. Матьеле. Забивает и тут Патрисия Матьеле. Ну все, все, что только может. Сегодня отправляет в ворота соперниц Матьеле. Человек, который до сегодняшнего дня забросил во всех матчах, что она принимала участие. Во всех четырех матчах. Она забросила 9 из 13. Я сейчас слезу в онлайн-статистику, и я думаю, что как раз 9-то у нее сейчас и есть. То есть ровно столько, сколько она забросила за все четыре предыдущие игры. Да, именно так. 9 из 12. Патрисия Матьеле. Феноменальный сегодня матч она выдает. 9 мячей из 19 командных она забросила к этой минуте. Середина, почти середина второго тайма. Эльке Карстен теперь ей помогает вместо Касасоле. 21 номер это Макарена Гандульфо. Это игрок ротации, появляющийся очень мало на площадке. Но, видимо, нужно передохнуть Касасоле. Мы видим, как улыбками обменялись принципиальные соперницы. Но они молодцы, конечно, они продолжают. Несмотря в этой зарубе, они остаются добрыми подругами. И пенальти. Пенальти зарабатывает Хуляна Гавилан. Не разобрались. Бруно де Пауло, Тамирас Араужо и Барбара Аренхардт. Да, так шмыгнула носом. Говорит, сейчас попробуем еще чем-то удивить исполнителя пенальти. Она-то и в этом эпизоде не пропустила, да? Парировал бросок с дальней дистанции. Макарена Гандульфо. Точно, точно. Представляю, как сейчас тяжело было психологически бросавшему игроку. Сегодня Барбара-то отразила пенальти и от Эльки Карстона, и от другого игрока аргентинской команды в начале матча. Только Мануэла Пиццо, если я не ошибаюсь, не ошибалась с пенальти в сегодняшнем матче у аргентинской команды. Ну вот теперь Гандульфо забросило. 16-19. Матьели. И на край Кентину. Ох, какой перевод под ближнюю штангу. Что сотворила здесь Джессика Кентино? Все удивились. В зале в том числе и вратарь Марисоль Карату. Она отклеилась от ближней штанги и под эту штангу. Посмотрите, в последний момент кистью как доработала. Просто магическим каким-то способом Джессика Кентино. Эльки Карстон. Ее можно только, кажется, бульдозером остановить. И этим бульдозером не может стать худосочная Джессика Кентино. Пенальти. Немедленно. Джессика Кентино негодует. Мол, как же вы не видите, что тут фолл в атаке. Но сложный эпизод, откровенно говоря. Но мне кажется, что все-таки движение навстречу Кентино делало. А значит, все-таки пенальти имеет право на существование. И вот уже мощи Гандульфо недостаточно, чтобы переиграть Барбару Арренхарт. Она попадает с таким треском в штангу ворот. Да. Ну, конечно, герой встречи сегодня, как бы она ни закончилась. С каким счетом? Герой несомненный. Ну, по крайней мере, 47 минут игровых. Совершенно точно Барбара Арренхарт. 35-летняя стражница ворот сборной Бразилии. До сегодняшнего дня у нее 32% отражений было. Сегодня значительно больше. Уоу! Марисоль! Карату! Ничего себе чистая образковая позиция у Матьели, которая продолжает феерить. Гандульфо! Напрыгивает и успевает опередить блок. И мяч со свистом проходит между ног Барбаре Арренхарт. Мощнейший бросок совершает аргентинская полусредняя. Макарена Гандульфо. Да, слушайте, ну полыхает прям огонь чемпионата мира. Страсти нешуточные. Нам показывают все броски на турнире, насколько я понял. Макарена Гандульфо. Ох, как Бруно де Пауло. Ну, это мастер-класс. Просто феноменально. Напоминает о своем уровне мастерства Бруно де Пауло. Вот так она уходит от Гавилан. Совершенно незамеченный. Ну, резкая, потрясающе просто. Насколько легкие и отточенные движения. 21-17 держит эту разницу в 4, ну в 3-4 мяча абсолютно нормально. Эффективность бросков у бразильянок на порядок выше. 57 процентов. Это не бог везет какие показатели, но у аргентинок едва за 40 процентов. Мануэлла Каво. В центр. Да, обыгрывает здорово Тамира Сараужо. Сараужо, честно говоря, сегодня много, много проиграл. И не только этой рыжеволосой бестии на позиции правой полусредней. Тамира Сараужо умеет играть в защите сильнее. Это мы знаем. Гуарьеро. После свистка уже бросок. Соответственно, 9 метров только для бразильской команды. Слушайте, ну как интересно. Вот аргентинки. Понятно, что они все оставляют сейчас на площадке. Потому что сегодняшняя игра для них последний шанс. Иметь еще какие-то призрачные надежды на четвертый финал. Хоть эти надежды все равно очень и очень слабые. Но они не отпускают Бразилию. Они сражаются вот 10 минут с какими-то копеечками до конца встречи. И по-прежнему только три мяча Бразилия ведет. То есть Эдуардо Гольярдо находит. Находит и мотивацию для своих девушек. Чтобы они не опускали рук. И продолжали с этим соперником сражаться. Бруно де Пауло явно ошиблась. Здесь, в этой воздушке, а именно воздушку. Хотели сыграть бразильянки. Каво. Классно. Здорово мяч в ворота. Хуляна Гавилан. Да, и Марисоль Каратуа довольна в воротах. Аргентинцы на трибунах продолжают болеть за своих. Но молодцы. Вот уже молодцы. Еще, конечно, погоня не случилась. Не завершилась каким-то успехом. Но они... Да. Вот и за кадром мы слышим звучит сирена. Заставляет Кристиана Силву брать тайм-аут. Посмотрите, в какой контакт вошла Мануэла Каво. И как она просунула эту передачу. Большая умница, молодец. Первый тайм-аут во втором тайме. И два мяча преимущества сборной Бразилии. Первый тайм-аут во втором тайм-аут. И два мяча преимущества сборной Бразилии. Да, нам показывают все время вот этих двух джентльменов, переживающих за аргентинскую команду явно выше среднего. Возможно, это кто-то из молодых людей или даже мужей игроков аргентинской команды. Меньше десяти минут играть. Два мяча только осталось от преимущества бразильской команды, которая, казалось бы, так уверенно себя чувствует. Там три-четыре, даже пять, по-моему, было преимущества. И не попадает в дальнюю девятку. На мой взгляд, слегка спижонившая Джессика Кентину. Но можно было попроще, откровенно говоря, бросить. А она снизу по восходящей траектории думала, что вот она сейчас удивит всех броском точно в девятку. Но нет! Мяч пришелся в перекладину. Здесь еще и фортуна благоволит аргентинской сборной. Давайте посмотрим. Чем дальше, тем только интереснее. Как обычно в гонболе, когда играют равные команды. Ну а сегодня Аргентина явно в ударе в плане настроя и мотивации. Нет, нет, все-таки блок здесь сработал. Тамира Сараужа, вы слышите, какие крики там раздаются на площадке. Тамира Сараужа, в свою очередь, тоже завелась. Сейчас так не торопясь. На полусогнутых она пересекла середину площадки. Спряталась между первым и вторым защитниками. Ну а в задней линии у бразильянок сочетание стартовое. Матьели, Бруно де Пауло и Гуарьейро. Тамира спомогает в розыгрыше. Ну и опять она в линии. Опять она не участвует, по сути дела, в атаке. Матьели! Не везет ей. Посмотрите, два последних броска она не забивает. Это главный бомбардир сегодня бразильской команды. Эх! Но волей-неволей хочется болеть, конечно же, за концовку в экстремальном стиле. Ну, я имею в виду, чтобы была борьба от ножа. Ну, вроде бы, ну все выиграло. И позицию себе улучшила этими двумя шагами правой крайней аргентинской команды. Но нет. Но нет. Все-таки не попало в ворота. 54% против 43%. Понятно, в бразильскую пользу эффективность. Но все равно это, конечно, низкая очень эффективность. И это говорит о том, что вратари по-прежнему феноменально играют. Два подряд сейва Марисоль, Карату. Воу-воу-воу-воу-воу. Архентинос, баллон-мано. Перфетто. Да, что творит Марисоль, Карату в воротах. Бросок Бруно де Пауло в упор. И добивание Тамира Сараужо. Марисоль, Карату. Брависсимо. В игре сборной Аргентины по-прежнему тайм-аут Эдуардо Гальярдо. Продолжение следует... Но вот что немножко смущает, скажу я так осторожно, это то, что улыбаются, так немножко в сторону, отводя свои улыбки бразильские игроки во время тайм-аута наставничек. То есть это что, неполное доверие главному тренеру, какое-то снисходительное отношение. Раньше, я напомню, иностранные специалисты бразильянок тренировали, чемпионками мира они становились с датчанином Мортоном Соубаком, например. Ну и вот эти вот ухмылки, не знаю, не знаю. Корхе Дуэннис, испанский специалист, возил их на Олимпиаду, после этого закончил. Ну и что, бразильянки думают, что они сами выиграют эту игру. Сейчас аргентинки могли до минимума сократить свое отставание, но вот это видение Элки Карстен ни к чему не приводит. Ну, кстати, не было ли там нарушения со стороны Тамира Сараужо. Очень непростая игра досталась боснийским братьям-конечанинам. Гуарьеро, Груно де Пауло на край. Но, откровенно говоря, это был такой бросок на отмышь. Могла Лариса Араужо попасть и по лицу Марисоль Карату. И это тогда уже могли бы быть и санкции. Но попало как попало. По лицу промахнулась, ворота тоже не забыла попасть. 22.19. 6 минут до конца этой встречи. Аргентина поборется. Уж 6 минут она из себя как-нибудь да выжмет. Понятно, что на пределе небесно-голубые. Касасола, Карстен, Каво. Бросок! Ах, Барбара Аренхард. Ждала она чего-то подобного. И не смогла немножко довернуть кистью, довернуть до ближней штанги. Но это был бы вообще экстра-класс, если бы это исполнила Мануэлла Каво. Посмотрите, она вот это приосанилась и должна была немножко доработать кистью влево от вратаря. Но он прямо в лоб ей полетел. И к этому Барбара Аренхард оказалась готова. Посмотрите, 15 сейвов из 33 бросков. 45% Барбары Аренхард. Напомню, что до этого на турнире у нее средний процент был 32% отражения. Это тоже, в принципе, нормальный такой очень-очень добротный показатель. Но сегодняшний из 45% это значит, что Бразилия просто не имеет права проиграть. И это подтверждает сольный номер в исполнении Бруно де Пауло. Да, Бруно, когда нужно, включила вот эти свои умения о выигрыше стремительного один в один. Ну и в этом плане, конечно, аргентинки явно ей уступают. Это не европейская все-таки школа оборонительная. А вот здесь, ну как, ну ломают же человека просто пополам. Но неужели вот арбитры не видят, что Тамира Сараужа там чуть не кувалдой своей этой бьет по шее. Да, Мануэли Каво, а она, посмотрите, живее всех живых. Готова снова атаковать. Вот она, рыжая бестия идет. И опять ее просто вот, я не знаю, в клетку заковывают Бруно де Пауло и Тамира Сараужа. Подняты руки арбитров. Да, вот такой гандбол. Такой жесткий гандбол сегодня допускают арбитры. Но здесь Элке Карстен было очень сложно. Буквально пару передач остается у аргентинской команды. Пас в линию. И выпадает из этой цепочки атакующей Макарена Касасола. Микаэла Касасола в именах. Чем дальше, тем больше путаюсь от напряжения. Но, наверное, все-таки это напряжение вот сейчас уже должно спадать. Бразильянки шагом перешли на чужую половину площадки. Они восстановили свое комфортное преимущество в четыре мяча. 23-19 и чуть больше трех минут до конца этой встречи. Бразильянки идут к пятому подряд успеху на чемпионате мира. Да, убедительно ничего не скажешь. Напомню, что бразильянки играли в группе G. И переиграли они в тех игрищах последовательно команды Хорватии, Японии и Парагвая. Но, надо сказать, что нигде они не выкладывались на 100%. На все 100, какие мы знаем, могут выдать бразильские гонболистки. Ну, а на старте этой стадии турнир, то есть буквально два дня назад, бразильянки убедительно переиграли команду Австрии. Но австрийки, так на всякий случай, далеко не топовая европейская команда, во-первых. Во-вторых, еще и коронавирус уже по ходу турнира пострадал. Так что сегодня, наверное, вот такая первая настоящая проверка для бразильской команды. Морисоль Карату продолжает, в свою очередь, все, что может делать. Пусть команда уже пять мячей проигрывает, но она чистый выход один на один съедает у соперниц. Там дальше была уже ошибка при подборе. Не позволяет Бразилии развернуться аргентинской атаке. Это, конечно, заслуга и центра обороны. Там Самара Виейра, Тамира Сараужо попотели изрядно. Но главная героиня, я все-таки продолжаю наставить, и, на мой взгляд, должна получить других вариантов, просто не вижу. Лучшего игрока матча Барбара Аренхардт. Да, это при том, что Патрисия Матьеле в атаке забросила за Бразилию очень много. 49-й номер, напомню, у нее 9 из 14. В концовке подзбился прицел, но это уже решающего значения не имеет. Поднятые руки арбитров. Мы сегодня этот жест видели редко, потому что очень скоростная темповая игра. Ну, а руки подняты, как известно, потому что пассивную атаку они таким образом пытаются стимулировать на завершение. Но все уже, конечно, выдохлись аргентинки. Здесь позволяют атаковать с правого края. Урбан Медель. Нет. Категорически нет. И еще раз нет, говорит ей Барбара Аренхардт. Не хочет она пропускать даже 20 мячей. Вроде бы неплохая позиция, но Урбан Медель идет и видит перед собой только уверенно поставленные ноги Барбары Аренхардт. Пожалуй, последняя атака сборной Бразилии. У Аргентины наверняка еще будет шанс на ответ. Ну, кстати, Кристиан Силва еще имеет право и тайм-аут взять. Если что, ох, какую передачу Матьеля выписывает Натамирос Араужо. Свисток под 9 метров. Бруно де Пауло. Какой обыгрыш! Ну и снова Марисоль Карату. Ну, потрясающе. Сегодня вратари, конечно, настоящие хедлайнеры, забойщицы этого игрового дня. Напомню, что программа, как всегда, сверх насыщенная. Все только начинается в этот игровой день. Ну, а бразильянки выстояли все-таки под этим напором аргентинского страстного гандбола. И все-таки празднуют успех. Пятую победу подряд на турнире сборная Бразилии одерживает. Продолжает идти без срывов, без потерь очков. В таком же порядке Испания.